Один из самых красивых, плодородных и благоустроенных на Кубани Славянский район, к тому же имеет богатую, уходящую вглубь веков историю, которая насчитывает два с половиной тысячелетия. Река времени стирает из памяти многие важные события и громкие имена. Но этому можно и нужно противостоять. И, пожалуй, самый лучший способ – создать книгу, где рассказывается о делах давно минувших дней. Мы рассказывали в одном из новостных выпусков об издании историка-краеведческого альмонаха Копыл. В альмонахе сформировался коллектив увлеченных и квалифицированных авторов, настоящих любителей истории нашего края. Это позволило публиковать действительно интересные и разнообразные материалы на историческую тематику. Постепенно появилась мысль, что огромный исторический материал нуждается в том, чтобы с ним без труда познакомились как можно больше славянцев и всех, кто интересуется нашим районом. Администрация Славянского района приняла решение об издании книги. Работа для этого проведена была очень большая. Во многих архивах и музеях нужно было найти необходимые материалы, нередко противоречащие друг другу, проанализировать их и определить историческую правду. По поручению главы района Романа Ивановича Сенеговского началась кропотливая работа по сбору материала для подготовки вот такой замечательной книги «Славянский район истории современности». Этой работе предшествовала еще более глобальная, еще очень сложная работа. Часть наших изысканий и наших находок вошла в альманах, она на страницах альманаха опубликована. Но очень многое приходилось делать просто с нуля, потому что факты необходимо было перепроверить, необходимо было подойти с разных сторон. Использовались опросы старожилов, ветеранов, руководителей предприятий, изучались архивные документы. Фотографии для книги – еще одна серьезная проблема, которую удалось решить. Делали снимки преимущественно семейные, портретные снимки, снимки на документы. И до нас дошло очень мало видовых фотографий. Вот это была главная проблема. Ну, опять-таки, большая кропотливая работа с использованием фондов музея, нашего архива, позволила найти вот такие, не побоюсь этого слова, жемчужины, которые сегодня представлены в книге. Но и для того, чтобы дополнить книгу уже современными фотографиями, пришлось тоже хорошо потрудиться. Для того, чтобы получились яркие и выразительные фотоснимки, использовались полеты на вертолете, поездки в заповедные уголки района, лучшие фотографы приняли участие в работе, более тысячи фотографий разных лет украсили издание. После выхода в свет книга «Славянский район. История и современность» поступила в библиотеки. Многие пользуются этим изданием в настоящее время. Книга «Что, где, когда» в Славянском районе стала закономерным продолжением первого издания. Цель книги в краткой форме рассказать о событиях истории. Происходили события, которые зафиксированы, но о которых много написать не получается. Ну, допустим, открылось учреждение, или что-то было построено, или произошло какое-то историческое событие, о котором мы сегодня много свидетельств не имеем, но сам факт состоялся. Поэтому было принято решение продолжить работу в этом направлении. Тем более, что работа нашла очень такой приятный, хороший, по-доброму отклик среди наших горожан и жителей района. Всего в ходе работы было выявлено более полутора тысяч дат, которые составили основу издания. «Что, где, когда» в Славянском районе. Она построена совсем по другому принципу. Здесь указана дата события и краткое описание, что произошло в этот день, в этом году. Опять-таки, мы начинаем с V века до нашей эры, движемся к 2019 году. Автор-составитель книги продолжает сбор и анализ свежего исторического материала. Есть новые интересные факты, дополнения к уже изданному. И если в будущем появится возможность повторного издания подобной книги, то к этой работе кандидат исторических наук Дмитрий Решмет уже подойдет, как говорится, во всеоружии накопленных фактов и деталей прошлого. А это дорогого стоит для ценителей славянской и кубанской истории. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok